Сегодня я хочу приготовить очень интересный рецепт плова с тыквой. Сначала я обжариваю тыкву. Тыкву я почистила, нарезала вот такими кусочками и обжарю. Вот так я обжарила тыкву брусочками, а сейчас отдельно обжариваю лук. Лук я нарезала полукольцами и немножко сверху сейчас добавлю куркуму для цвета и вкуса. Добавила сюда куркумы, как и сказала, и продолжаю дальше обжаривать, но уже под закрытой крышкой. У нас очень много разновидностей плова, как только его не готовят. И с рыбой готовят. Как-нибудь я вам покажу. Называется молочный плов, когда готовят плов с рыбой. Лук у меня тоже обжарился. Положила рис в сковородку. Рис я заранее отварила до полуготовности. Конечно, если есть казан большой, лучше рис делать в казане. Так намного вкуснее. Но от того, что мы делаем плов на каждый день, не для праздника, мы делаем его в сковородке. Убавила я огонь совсем на маленький ход. Сейчас положу лук с тыквой сверху и буду томить рис на маленьком огне, чтобы все хорошо пропиталось. Вот такая красота. Сейчас закроем крышку. И рис все хорошо потомится. Все это вместе. Пропитается. Друг с другом подружится. И будет очень вкусно. Еще рассказывала вам про плов с рыбой. Его называют у нас сюд аши. Молочный. Молочный плов. Молочный почему? Потому что рис, плов сам остается белым, белого цвета. Как-нибудь, если получится, приготовим для вас и такой тоже. Кто хочет, может потушить отдельно курыцу или мясо. Мы пока сделали просто так, без мясного сегодня. Ну вот, и плов наш готов с тыквочкой. Очень ароматный получился. А главное, полезный.